вечерочка нет еще не вечер еще только где-то около пяти часов еще солнышко светит хорошо но у меня вечернее пятичасовое чаепитие как я и обещала и что же мы будем тут сегодня пить давайте посмотрим сегодня решила не заморачиваться особо взяла такой чай в пакетиках фирмы greenfield какой-то эрл грей но фэнтези посмотрим что это такое его нет в отдельной продаже он был в большом таком наборе который продавался как подарочный набор там было столько всего интересного и вот оттуда у меня этот чай уже заварила такой крепкий получился практически черный выглядит но он и есть черный но сильно крепкий чай это не мое конечно что у нас есть вкусненького и сладенького сегодня к чаю ну во первых вот такое это как сказать джем наверное или варенье из яблок и цедония одно время я тут всячески рекламировала тыкву с цедони это на самом деле вкусно вот сегодня решила попробовать вот такое яблочно-цедоневое варенье как здесь написано предполагала что будет очень кислая потому что яблоки в общем-то могут быть кислыми а цедония так она вообще безумно кислое и вот сейчас мы потестим такие хорошие кусочки тут наблюдаются нет не кислая совершенно отличная но не такой нежная конечно как тыква с цедони но точно так же сладенькая вкусненькая такое в меру сладко кислая наверное цедония здесь просто минимально она добавляет аромат она очень ароматная так и чайок попробуем чайок тоже отличный еще у нас есть зефир в шоколаде нашей латвийской фирмы май гумс и сегодня максим купила такие мне когда-то очень понравились это такие просто вафельки облитые шоколадом но они вкусненькие сладенькие очень молочные и фирма здесь я даже не знаю чья она но в общем вот такая какая-то корова на ней изображена вот это еще потом наверное буду пробовать вот такое нас сегодня пятичасовое чаепитие и я продолжала думать о том как нам сделать лучше вот рассказать вам про эти коды судьбы и решила что будет проще давайте так если кого это интересует сейчас я секундочку переведу опять на себя фотоаппарат если кого-то это интересует то давайте называйте мне свои даты рождения мне нужен только месяц и день вот мне не нужен пишите и я буду рассказывать именно тогда про эти даты по крайней мере и вам будет интересно послушать и может быть тогда если кого-то это еще так сказать заинтересует более менее большое количество людей тогда уже можно будет пройти с по всем абсолютно датам а так это будет тематически для тех кто напишет мне под видео свои даты мне кажется вот это наиболее разумная идея потому что охватить все пятьдесят три кода это конечно немало прямо скажем кстати чай не очень эрл грей не так чувствуется этот бергамот он конечно черный довольно такой слабо выраженный мне нравится чтобы он был более ароматной более вкусной для этого у меня есть другой другой мой любимец эрл грей вот так что мне вам еще показать рассказать что сегодня у нас еще было наводила порядок тоже в комнате среди цветов тут немножко попереставляла туда-сюда у меня такая ротация периодически происходит цветочная пересаживать ничего не буду все потихоньку уходит на покой надо уменьшать полив надо там ну в общем сейчас конечно уже будет в октябре отцветать все все что еще ну где-то у меня так там сам какие-то цветочки есть поэтому надо не затягивая снять последнее наверное видео мои растения там в октябре комнатные это у меня в течение лета шло такое серийное видео вот и на этом уже наверное до весны мы тему растений закроем потому что зима есть для них зима это очень мало интересное время в связи с этим тема отпадает духе пока не заказываю бижутерию тоже подскажите что вам было бы еще интересно конечно будет много прогулочек осенних потому что если вот такая погода и желтые листья просто будет приятно погулять по городу посмотреть это непременно я кое-что пропустила у нас были кое-какие мероприятия в старой Риге но я так их не отслеживаю особенно поэтому пропускаю и накидайте темы если вам тоже не лень что-нибудь о чем вам рассказать что показать потому что ну не только же мне должно быть интересно вам тоже должно быть интересно на моем канале ну наверное так продолжаю пить чай чего я вам желаю приятно провести этот вечер не знаю что буду делать завтра погода вроде бы будет точно такая же наверное стоит куда-то пойти погулять по паркам может быть или еще где-то ну там будет видно я никогда не знаю что у меня будет на следующий день совершенно все это непредсказуемо как то так всего хорошего пока 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 пока